Грузовой автомобиль Ein-Heinz-Diesel 1939 год, Германия. В 1934 году немецкое командование запустило программу создания единых армейских автомобилей. Среди них оказался и легкий полноприводный грузовик Leuchter-Gelänge-Giger Lastkraftwagen, то есть легкий внедорожный грузовик. Согласно планам, эта машина должна была заменить машину грузоподъемностью 1,5-2,5 тонны, которых на тот момент выпускалось 4 модели. Изначально предполагалось, что будет выпущено 3 типа машины, но до серийного производства дошла модель грузоподъемностью 2,5 тонны. Производство автомобиля началось в 1937 году. Машина выпускалась на 9 заводах и была полностью унифицирована. Она известна как Einheist-Diesel или Единый дизель. Einheist-Diesel стал первым единым образцом, чей выпуск прекратился, случилось это, в 1940 году. Общий объем выпуска составил по разным подсчетам от 11 780 до 14 300 штук. История экспоната. На момент создания Einheist-Diesel был самым совершенным армейским грузовиком. Он оснащался дизельным мотором, полностью независимой подвеской и полным приводом. Одновременно он стал и самым дорогим грузовиком в своем классе. Его цена оказалась выше, чем у трехтонного полугусеничного тягача Sonderkraftfahrzeug 11. Кроме того, появление Einheist-Diesel не помешало выпускать машины аналогичного класса. В результате машина и стала первым кандидатом на вылет, а сменил ее полноприводный вариант Opel Blitz. До наших дней сохранилось всего несколько таких грузовиков. Этот экземпляр погиб зимой 1941 года. Его восстановили из состояния лесной рамы до уровня, близкого к заводской комплектации. Снаряженная масса 4925 килограммов. Длина 5850, ширина 2200, высота 2400 миллиметров. Двигатель ХВА-256Д, шестицилиндровый, 80 лошадиных сил. Рабочий объем 6,23 литра. Колесная формула 6 на 6. Грузоподъемность 2500 килограммов. Максимальная скорость 70 километров в час. Двигатель ХВА- 2550 килограммов. Продолжение следует... Продолжение следует...